Садово-огороднические некоммерческие товарищества в Армавире давно уже стали фактически жилыми зонами. Собственники хотят пользоваться такими же коммунальными услугами, как и все горожане, в том числе бытовым газом. До сих пор в рамках социальной газификации им проводили газопровод только до границ садового товарищества, а разводку внутри него дачники должны были делать за свой счёт. После многочисленных обращений президент России Владимир Путин принял решение изменить этот порядок. Сейчас они приравнены к ИЖС и будут пользоваться такими же правами. То есть газ будет подводиться непосредственно к садовому участку. И останется только разводка по участку и ввод в дом, что значительно сокращает затраты. Постановления и порядок, которые будут регламентировать оказание данных услуг, ещё не вышли. Но это произойдёт в ближайшее время. Сейчас в Армавире проводится предварительная работа для подготовки садоводческих товариществ к проведению газификации по новым правилам. Проведена инвентаризация газопроводов в садовых товариществах. Соответственно, направлены увеличения лимитов газа с учётом газификации садовых товариществ. И определено примерное количество садоводов, которые захотят воспользоваться этой услугой. По предварительным оценкам, программой социальной газификации садоводческих товариществ воспользуются почти 3000 человек. Армавир намерен приступить к её реализации в числе первых. Однако и собственники участков должны идти в ногу со временем. Наш город растёт и хорошеет, готовится стать одним из туристических центров. Большинство садоводческих товариществ расположены на въездах в Армавир. Владельцы должны поддерживать порядок на участках и перед ними, чтобы жителей и гостей встречала приятная картина. По нерадивым собственникам, которые имеются ещё особенно на въездных группах, это улица Ефремова, Каспарова, это въезд со стороны Заветного и въезд со стороны Мира. Эта работа будет проводиться планомерно. Те, кто не услышат нас, будут соответственно административные меры приниматься. Рейды начнутся со следующей недели. Влада Волошина, Фёдор Факиров, Служба информации, телерадиокомпания «Вита», Армавир.